Я Шабдамбеку Кульмкан, мне 62 года, я из Кыргызстана. Я воспитываю 5 детей и у меня есть 10 внуков. По профессии я бухгалтер. Я начала свою трудовую деятельность в таблической совхоза. Далее я работала бухгалтером и начальником финансо-экономического отдела до выхода на пенсию. После выхода на пенсию я организовала фонд «Леди Шрин», где основной миссией является содействие в улучшении правового образования маловимейших слоев населения села. Я думаю, да, но не должном уровне. Потому что в прошлом 2011 году у нас принят закон о пожилых гражданах, где имеется статья защита прав пожилых людей. Но этот закон не работает, потому что он не закреплен финансом и не отсутствует механизм исполнения его. Потому что права человека принадлежат всем людям, несмотря ни возраста, ни пола, ни расы. И право человека меняет жизнь пожилых людей. Если права пожилых людей будут соблюдаться на должном уровне, с уважением как равноправного члена нашего общества, то мы можем создать для них такое условие, чтобы они могут участвовать в развитии страны, а также вносят свой вклад. Да, я принимаю уже третий год эти кампании защиты прав пожилых людей, потому что права пожилых людей нарушаются часто и везде. Со стороны близких, со стороны представителей государственных штук, со стороны медицинских персоналов. Я хочу защищать не только свои права, а и права других. В прошлом году, в 2011 году, я организовала встречу пожилых людей с представителями государственных услуг, органов местного самооборудования, а также руководителем районной больницы и районной социальной защиты, где пожилые люди могли сидеть лицом лицу и обсуждать свои проблемы, а также они обсуждали о пути решения этих проблем. После этого у меня появилась уверенность в себе в защите права пожилых людей и поняла, что такие встречи способствуют решению проблем пожилых людей. В этой встрече меня удивило сами пожилые люди, потому что они, пожилые люди, были заинтересованы защищать свои права, а также они поднимали ряд вопросов, которые могут решать совместно с представителем госструктуры. Потому что я сама пожилой человек и хочу, чтобы мои сверстники жили достойную, безопасную жизнь в здоровых условиях. В этом году, 1 октября, мы уже планировали ряд мероприятий. Например, будем организовать встречу с представителем государственных структур. Первый раз встречу с представителями бизнес-структур и других структур с пожилыми людьми, где могут обсуждаться проблемы пожилых людей и могут найти пути решения этих проблем. А также в 1 октября у нас будет организоваться праздничный концерт и праздничный столб для участников этих компаний. Я думаю, да, конечно, потому что основной миссией Евросоюза является защита прав человека, так как они должны содействовать в улучшении защиты прав пожилых людей в нашей стране. Я хотела передать пожилым людям в развивающихся стран следующее послание. Мы призываем Евросоюз защиту прав пожилых людей в своих программах развития.